Будущее нужно создавать своими руками и уже сейчас. Около сотни школьников примут участие в трудовом лете 2014 и на собственном опыте удостоверятся, что заработать деньги нелегко. Самые трудолюбивые и амбициозные ребята собрались в администрации, где при поддержке мятского филиала компании «Интерсвязь» состоялось торжественное открытие трудового лета. В этом году 92 школьника будут задействованы в уборке и озеленении нашего города. Я хочу пожелать вам как минимум успехов в труде. Для тех, у кого это первый опыт, понять и почувствовать самим и понаслышке, сколько стоит заработанный рубль. Это очень важно, поверьте. Я глубоко убежден, что вы найдете в процессе совместной деятельности работы новых друзей, может быть старших соратников. Многое для себя узнаете, увидите, откроете. Удачи вам! В этом году сформировано 5 трудовых отрядов. На базе детско-юношеской школы «Старт», детской школы искусств номер 5, горбольницы номер 4, краеведческого музея и средней школы номер 4. Ребята будут работать на тех объектах социальной сферы, на базе которых образованы отряды. Плюс будет осуществлен выход на общегородские территории, где они совместно с начальниками территориальных углов определяют фронт работы, на котором будет вследствие благоустройство и какое-то озеленение по районам. Работать школьники будут месяц, 5 дней в неделю, менее чем по 3 часа. Заработная плата составит примерно 3,5 тысячи рублей. Спонсором вот уже второй год является компания «Интерсвязь». Руководитель МИАСского отделения Юрий Павлов пожелал ребятам успехов в труде и работе. Компания «Интерсвязь» второй раз участвует в проекте «Трудовое лето МИАС». В этом году мы приготовили для всех участников наши красивые фирменные майки, чтобы они были заметны на улицах, чтобы все знали, что это самые наши уверенные дети в себе, которые хотят приобрести профессию, и нам очень приятно участвовать в таком проекте. Я думаю, мы в этом году сделаем подведение итогов, и лучший отряд по результатам трудовой сессии сделаем им наши хорошие подарки. Многие ребята не первый раз принимают участие в трудовом лете. Максим уже четвертый год работает на благо нашего города. Его отряд «Слонон Эло Аккорд» от детской школы искусств номер 5 по результатам прошлого года стал лучшим. Мне это понравится тем, что тут общение. Узнаю много новых людей для себя, много новых друзей. Но это как бы тоже я делаю город чище, лучше. Мой вклад, свой вклад вношу в это. Комитет по делам молодежи сейчас рассматривает возможность продления трудового лета 2014. Есть вероятность, что будет организован второй трудовой месяц. Украине. Украине.